МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привезли с Международной выставки работ прикладного творчества воспитанники школы-интерната для слабослышащих. Победа одного из воспитанников стала особой гордостью преподавателей, поскольку слабослышащий ребенок с уклонениями умственного развития занял почетное третье место среди нормальных детей. Для нас это все равно, что выиграть Олимпиаду. Для нас это было очень высокое качество работы, это были дети, норма. А наш ребенок, Вов Дарджиев, он взял третье место. В школе-интернате для слабослышащих на сегодняшний день воспитываются около 70 детей не только из Астраханской области, но и из других республик – Казахстана, Калмыкия, Чечни, Дагестана. Главная задача преподавателей и воспитателей – адаптировать своих подопечных к нормальной жизни в обществе. И уроки, и работа вне учебного процесса – все направлено на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Лестно для нас, и нам нравится, что работа кружков, она имеет положительную динамику, и результаты работы мы видим. То есть дети выступают у нас на конкурсах, на областных, на международных даже конкурсах, и приносят заслуженные награды, что также им очень приятно, и это помогает в их дальнейшей адаптации, социализации в жизни. Сергей Трабановский – учитель трудового обучения. На своих уроках он учит детей работать с деревом. Результат работы рядом на полках. Здесь и деревянные лошадки, которые делают младшие воспитанники четвертых классов. Дело рук более старших – часы, зонтики, деревянные пазлы, домики конструктора и даже работа деревянного зодчества. Мы ориентированы, то есть самое главное – это знание, умение, навык. И здесь мы даем детям первый опыт. Но самое главное – это профориентация и социализация детей, адаптация уже в современном обществе. Во время обучения в школе-интернате дети получают рабочие специальности. Сергей Трабановский обучает своих воспитанников слесарно-столярному делу. Мы со своей стороны, то есть коллектив, школа и непосредственно на уроках труда, мы готовим детей как с практичной, так и с психологической точки зрения, что ты должен брать ответственность на себя. Страна ждет своих героев, а герои, нынешние ученики, готовятся к покорению новых вершин на ближайшем конкурсе. Марина Лазарева, Вячеслав Яромовский, Новости 24, Астрахань.